всем утро доброе из барселоны сколько у нас время 808 все у нас уже сжигание уже 902 стоим на начало испания каталония видите вот что когда интересно вот я вчера пишу первый раз же в испании страну закрывал и она видите здесь надо вводить еще регион в котором ты находишься куда ты начинаешь движение все оставим молотки процесс пошел сзади уже идет погрузка полным ходом тут с 5 утра 4 утра я в 5 проснулся уже движняк по полной с рампой кто грузится кто выгружается жизнь кипит в барселоне ну и мы поедем машину обходил все хорошо баки целый тент целый все целое тут полицаи дежурили сейчас про полицаев тоже интересно расскажу многие еще стоят в третье стоянка но здесь одни рэфы в основном тентов наверное я тут один вот этот возле меня испанец час назад ездил грузиться дальше стал досыпать так пока эту стоим пойдем стеклышко сейчас помоем пока идет мало точки молодцы и поедем к нашей таможне обратно к нашему шенкеру растамаживать щуточка блин уже мало еще хватит наверно на кроняк все магазин пойдем купим грязного тинька конечно грязного тинька стоянка грязная сами все видите еще удивительного скания стоит носатая завелся значит все нашли стекло мы нас минут 9 поехали поехали на выезд тут пешкочка в отсюда два с половиной километра мучу хотеть-то смысл какой сегодня у нас среда 19 августа а вы же сюда поправа кто хотите поехали туда там станем раз там может скажет гуляй там час-два потом где там сидеть и где там болтаться по этим улицам а права разве есть вы есть просто не знаю я заезжал вот отсюда слева а наезд на право выезд или нет поехали налево а наверно есть зря я направо не поверну ах ладно объедем по кругу на следующем 20 поверните на право и эти вы свободны сюда заезжаешь платишь 60 метров да что ж ты будешь делать то направо то налево то определись куда мне ехать а 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 чудовище и проснула что ли с утра туда права то налево поверните на а сам виноват за было в ту сторону выезжать сейчас чтоб на брюки проехать надо 970 заплатить на следующем повороте резко поверните направо на следующем повороте готова а а а а а Готовьтесь, через 850 метров держаться и вверх. Тут еще все перегоражено на свете. Да, карьер 4, вот нам туда сейчас. Парк логистик. Так, во, вчера, хотя пока едем. Вчера, ну, пошел тут пробежаться по территории, посмотреть. Вот наша улица. Фактически. Что тут, куда там? Ну, там, типа, какого-то ресторана нашел. Там туалет там найти, там, то, все. У нас в ресторан захожу в полицаи. Так полицейскую машинку идил, и стоит полицейская пустая, и внутри сидят. Пицца такая большая, как мой руль. Половина пицца нет. Бутылка вина. И всегда это вино с этой спицей трескают такие. Нормально. Вот здесь вот выехал бы, если бы не поехал вокруг. Нормально так вечер проводят. Ну, я замотался. Ну, правда, спал-то хорошо, как выспался. Но, блин, рэп эти со всех сторон. Окна открыты, жарко. Уже 24, 8 часов утра. И мало того, что жарко, еще и очень влажно. Там море рядом, влажность сумасшедшая просто. Так это вот моя улица. Сейчас прямо туда к ним на территорию, наверное, занырнем или как. Сейчас посмотрим. Через 100 метров поверните направо. Затем используйте дорогу съезд. Вот, а выгружаться нам отсюда где-то километров 35-40. На юг, вдоль моря, по побережью. Не в самой Барселоне выгрузки. Здесь только растаможка. Вина, Виланова, Деля. Гелтру, Джелтру. Как правильно. Солнце светит. Готовьтесь. Вот. Конечный пункт через 400 метров. Поэтому сейчас тут растаможиться и туда на выгрузку. Вот. Это шенкер. Вот мы здесь вчера были. Места мы тут для стоянки себе не нашли. Вот. Не знаю. Мне прямо к ним на территорию зарулить. И все-таки поехать здесь встать. Там, где стоянка запрещена, но остановка-то, возможно, нет. Как бы мне вот сюда. Хотя что, я сейчас прямо вот сюда, сейчас к ним на территорию заеду. Если не прогонят. Прогонят, значит, прогонят. Там все равно нигде не станешь. Давайте вот сюда вот заедем. Ну, тут вроде как, как таковы храмы нету. Вот здесь сейчас станем. Может быть, так можно было и вчера сделать? Кто его знает. Пошли искать экспедицию. Где тут у них какой офис, какое бюро. Ну, видится, тут у них склады. Все на улице. Ну, постоянно тепло тут. Никогда холодно не бывает у них. Они не закрываются даже. Разобрались более-менее. Нашелся испанец, который немножко ферстен по-немецки. Нам нужно вот сюда, вот с левой стороны, вот в этот шенкер. Мне, вернее. Ё-моё. Повернуть налево. Налево стрелка. Горит красненьким. На разворот. Ну, загорайся ты, ё-моё. Я просто правую полосу всю перекрыл, которым нужно прямо ехать. А больше я отсюда светофора поворота налево не вижу. Все, загорелось. В общем, мы сейчас разворачиваемся. Сказали, к ним на паркинг загнать машину. А потом идти вот сюда, вот направо в бюро. Так, а чтобы к ним на паркинг загнать, тут налево поворачивать нельзя. Поэтому нам нужно что сделать? А паркинг у них? Поэтому нам нужно поехать вот сюда. Там развернуться. Где-нибудь. Вот мужчина по этой улице катались. Искал я тут. Можно ли тут где приткнуться. Приткнуться нельзя. Сейчас развернемся. И потом сюда пойдем пешком. Он мне назвал Давид Пах. Пахлава какой-то. Ну, короче, он мне написал, кого мне нужно найти. Так, где нам здесь развернуться. Он немного, поэтому можно и пятака крутануть. По кругу ехать как-то мы совсем... По кругу ехать совсем не вариант. Не люблю, конечно, пятаки крутить, но что делать. Но с таким-то ножом-то ладно, ничего страшного. Немножко неприятно просто. К ним, говорит, на стоянку заходи, поставь. И говорит, потом ножками-ножками шлеп-шлеп. Пограничение скорости 30 км в час. Ну, это вот тетенька вон там сейчас ходит. Она это... Температурку меряет. Тут как бы только левее надо. Но мы к ним по прямой поедем. Ничего страшного. Вот ко всем входящим меряет температуру. Все как положено. А ночью тут было все закрыто. Шлагбаум. Все. Как вам показало, можете заезжать. Вот оно вот, контроль, охранница. Видите? Правильно, чтобы там на дороге не стоял. Знаки не нарушал. Вот, заезжай прямо к ним на площадку. Отлично. Развернемся сейчас. Припаркуемся. И пойдем. Развернемся. Почему? С левой стороны... С левой руки, чтобы удобнее парковаться. Сказали, ну досмотр. Нашел я тут, в конце концов, кого мне надо. Отдал документы. Подождал минут 10. Все, сеньора, будь здорово. Добавляем. И едем туда к ним. чего не едем поговорю о пока разговаривали красный загорелся она подождем поболтать им захотелось с утра 5 минут стояли из-за того что они тут поболтать решили я шучу жарко я уже упалился тут бедный ё-моё 28 градусов 9 утра начала десятого так кругу сюда бежит округу в тот конец здания нам надо смотрят как на дикоинку приехала тут непонятное существо что куда мы едем не едем синьор испанец дозитая проеду грация не знаю только крампе парковать не парковать таможня моя вот она прямо как таможня вот здесь таможню представитель сези вот по прямой прямо вон там написано импортациям значит пойду спрошу крампе надо не надо подгонять все посмотрели сказали обратно на паркинг и ждать я уже сколько сегодня наверно я думаю сегодня растаможен короче возвращаемся сейчас обратно через дорогу не будем ждать записал мой номер телефона французский сказал горе в ядрите позвонил давай поговорим с тобой за жизнь мы так с голландцем об этом давно это было правда как в этом фильме так же финн говорит кто финн также и мы в баре он не бельмеса по-русски я не бельмеса по англии по-английски там и по-голландски но мы понимали друг друга с полуслова вообще так мило поболтали это было очень 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 давно это я только-только начинал это был 2003 год я точно помню это еще моей самой первой фирме который так сказать учился этому всему вот время пол десятого все сейчас вот обратно сюда переезжаем и будем ждать пока нам не свистнут испании тоже подрезают ой смотри загонит плохая дымит то как не хуже наших камазов евро шестых все мы растаможенный время без 1511 но сейчас налево на порт 44 километра отсюда до разгрузки 44 километра отсюда до разгрузки а не пойму я тут а красный собрался ехать вот не пойму я тут зеленый там красный здесь надо на этой линии стать надо было не через этот кармашек а сразу на эту дорогу выходить все в общем весь процесс получается занял ехали ну пока я тут разобрался со всей этой фигней там туда-сюда короче два с половиной часа вся растаможка повезли выгружаться мы будем в каком-то большом торговом центре для магазин для новорожденных магазин для новорожденных магазин для новорожденных ну думаю там подъехать как-нибудь мы должны же к нему в любом случае в магазин же люди ездят товары довозят в чем съедьте использую 30 съезд через 100 метров едино как-то сейчас левее надо добраться так выбираемся с порта промзоны порт направо сектор 5-6 держитесь через 90 метров поверните направо так через 200 метров держитесь левее 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 вот держитесь левее 180 метров поверните через 50 метров так нам и сюда налево на следующем повороте направо или не сюда через 50 метров поверните сюда а сама барселона вон по прямой получается а мы сюда вот как-то на автобан что-то как-то она тут чигирями нас вывела причем обе в два голоса так что наверно правильно сам город сама барселона вот туда прямо жилые районы начинается вопрос чтобы только там не приехали на какой-нибудь сиесту у них там обед жара работать нельзя ну вот теперь можно посмотреть и на барселону при дневном свете на на промышленной конечно стороны но нацию включить пока стоял на парковке ждал смотрю там коллегами он проходит привет россия на русском от нашего брата тоже хватает кто тис через три километра мы куда-то должны съехать Должны, значит съедем. Этот Volkswagen Jetta совсем не хочет ехать. Поедем выгрузимся и там сейчас идет решение обсуждения что-то как может быть поедем может быть в Германию грузиться 1000 порожняком в сторону порожняка в сторону дома дело в том что сегодня среда и все погрузки из Испании пока что что есть они не только на следующей неделе на понедельник в лучшем случае может быть что-то еще сейчас там определиться а так в Германии можно забрать в пятницу загрузиться сегодня среда выгрузиться проехать там во Францию зайти потом завтра добежать Германия прямо на границе с Францией возле Страсбурга недалеко это вот сегодня мне так шеф с утра сказал может быть поедем туда по причине просто чтобы не стоять да тысяча километров да пустыми да по дорогам Франции но стоять столько дней дороже не это 10 9 что нам барселона у него вводят на право уже верите там через 50 метров сейчас как-то вдоль побережья должны поехать и выйти потом на центральную магистраль как вот которая ведет на юг туда на валенсию вот нам в ту сторону так счастливей Барселону пофоткать 25 километров а вот мы выходим на автопад какой-то сейчас куда до сливей погнали погнали а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Просто тут надо по кругу к нему заехать. А сам город Морьеван отсюда видать. Я еще чувствую, если мы тут подвиснем, оно в печенках будет сидеть, это море. Которое средиземное. С метров держаться, правее. Так, сейчас вот нам надо съезжать. Ну вот мой магазин, он с левой стороны, вот здесь вот прямо. Просто тут по кругу надо ехать. Да, на кольце, на кольце развернуться. Ох, пальмы какие, какая красота. Еще прикольно так, пальмы, пальмы. У нас в Беларуси дома там какая-то юбка растет маленькая. Так тут по пальмам ездишь, с пальмами рядом ездишь, интересно. Нет, магазина пешком идти, наверное, далековато. Так, сейчас прямо. Сейчас первый, а на следующем налево. Стоянка для грузовиков, так, грузовики направо. Нам нужно вот сюда. Как-то так узковатенько, стремноватенько. Мы, вроде как, туда едем. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Одна направо, вторая, прямо. На следующем повороте поверните налево. Затем через 90 метров поверните налево. Тут фуры тоже, смотрю, стоят какие-то. Местные, конечно, уже. На следующем повороте поверните налево. И вот по прямой стоят. На следующем повороте налево. На следующем повороте налево. Изменение маршрута. На следующем повороте направо. Как это называется? Аджи Верде Трейдинг какой-то. Ему, бля, я тут заехал. Я тут, Хас, если что, проеду. Может, и так далее. Через 240 метров поверните направо. Куда тут сейчас ехать? Надо где-то, наверное, идти пешком. Смотреть. Что-то здесь куда-то я не туда уже поехал, по-моему. Ну, точно, что мне точно не сюда, так это факт. Сейчас мы развернемся и обратно на эту улицу вернемся. На этом вот кольце сейчас развернемся. Какой тут центр интересный. Все в пальмах. Поставлю машину и пойду пешком схожу. Найду, чтобы можно было, если что, знать, куда ехать, чтобы не на машине искать, а пешочком. Потому что на машине это не есть хорошо. На следующем повороте направо. Изменение маршрута. Через 50 метров выходит разворот. Затем пустые тут какие-то. с другого движения, а затем съедьте, используя первый съезд. Выполнить разворот. Наверное, я вот здесь, прямо вот здесь вот и прижмусь правей. И пойдем пешком сходим. Проезд оставим. Ну, просто. В общем, друзья. Вот. Он какой-то. Зико, сико, сико. И вот следующие ворота. Вот это моя контора. Я сходил. Сейчас там никого нет. Время 12. Вот стою напротив. Ну, как бы вот наблюдаю. Появится. Что-то начнется. Получается мне даже. Тут видите. Да, с той стороны было заехать. Сюда как бы под кирпич. Но к ним мне, если, допустим, внутрь загонять задом, то мне к ним удобнее вот прямо и потом вот там вот ворота, в их ворота затолкаться. Если что, мы так и сделаем. Ну, а пока сидим, ждем. Сиеста. Обед. Я думаю, что, скорее всего, обед. Я звонил там. Он не колокольчик. Этот звоночек есть. Звонил, 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 звонил. В ответ тишина. Машину не глушу. Невозможно. Тридцать три показывает. Но такая влажность. Дышать вообще нечем. Вот сижу. Машина работает. По-другому никак. Пока никак, во всяком случае. Жарко. Очень жарко. И очень влажно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok